Делаем, значит, вот такую картинку. Прикольный магазин мороженого с елочками вокруг, с глубиной резкости, такая визуализация. Поехали. Начинаем с модели. Поскольку у нас тут нету всяких проекций, мы делаем на глазах, но тут не будет идентично, но тем не менее. Объяснять тут я сильно много не буду по ходу дела, потому что моделинг тут крайне примитивный. Мы тут сейчас это все очень быстро отмоделируем. То есть у нас есть пол. Сейчас я попробую как-то сделать, чтобы это постоянно висела картинка. Так вот подвинем. Вот. Значит, у нас есть пол. У нас есть вот такой, типа, даже подставочка небольшая. Здесь подставка под лес и подставка под сам магазинчик. То есть мы это все тоже будем отмоделивать. Так, сейчас еще вот так вот подвинем. Вот. Так. Вот это будет одна подставочка. У нее вот по радиусу там есть скругление такое. То есть это тоже мы сделаем сейчас. Здесь, кстати, вот в этом модели, в этой есть преимущества. В том плане, что мы это все делаем не под турбосмуз. То есть можно, допустим, оставлять там вот такой многоугольник. И сейчас это будет не смертельно. Поэтому я подублирую это все. Не буду сильно за топологию заморачиваться. Ну да, да. Блокаута, по сути, на прямоугольных таких формах это абсолютно не критично. Поэтому у нас будет, значит, вот так вот. Это чуть больше. Там будет лес. Как у нас тут еще? Сзади есть полянка. И спереди полянка этого леса. То есть вот эта вот история. Блин. Что-то полпсед меня задолбал. Съезжает по стрелям. Ну вот так вот. На переднем плане у нас ничего не видно. Так, вот у нас будет, значит, камера. Есть все вот эти вот площадочки. Теперь есть еще отдельные площадки под елки. На каждом они чисто прямоугольные. Сделаем еще их. Вот такие. Такая. 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 тут кстати можно сразу поскольку у нас все из примитивных одноцветные модели тоже то есть мы тут фактически даже не будем рисовать текстуры ну потому что все объекты они по большому счету одного цвета единственно вот эта шторка только разных полос ее можно сделать текстурой можно и обойтись без текстуры посмотрим еще как она будет лучше поэтому мы сразу поделаем материалы с подходящим цветом тут пипеткой можно даже сразу тыснуть пол у нас будет этот цвет на полу теперь вот эти штуки цвет у нас такой розовый и этот цвет елочек так вот у нас уже есть подставочки теперь сделаем ну вот эти сейчас еще надо по масштабу подогнать все есть подставочки теперь значит делаем начну с елочек елки тут четырехугольная пирамида то есть мы можем сделать сейчас сначала так вот и по четырехугольник но вот этот полигон схлопнем вот у нас наша пирамида я тоже материалом 3 от масштабируем еще нужно ножка так сейчас уже это все одним мешем но елку мы сделаем отдельным потому что их надо будет клонировать еще так сохраним на всякий случай делаем сейчас теперь ножичку она получилась немножко не прямо ухольная точнее не квадратный здесь у нас ножка вот так вот ножки можно нижним поливом удалить то есть вот сверху снизу не зашить отношения то такой надобности и ей материал дерево цвет я был указать дерево значит такая у нас елочка деревья у нас все разного масштаба то есть мы по сути можем их клонировать и раскидывать так как нам хочется но я буду копировать то что на картинке вижу здесь здесь больше готово все и но маленькая первые лесок у нас есть сейчас пока поскольку задние там и передние размыты я не буду даже особо деталить я просто банально скопирую этот наш лес и вот это можно все допустим вот так развернуть на 90 будет у нас лесок еще один и еще один и 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 вот цвета и полоса того цвета то есть что-то что-то типа такого происходит на фоне она там будет размыта но все равно пусть будет вот таким образом чтобы вот когда мы смотрели вот из камеры вот где-то под таким вот углом то есть у нас вот тот вот угол там уже вот будет вот эта вот вся история так но осталось магазин сделать у нас мышь такой вот магазинчик сразу сейчас сделаю рамочку и вывеска и и крыша вывеска дверь окно вижу внизу еще есть порожек и рамка вокруг двери сделаем наверно поскольку дверь нам все равно придется вырезать мы сделаем так вот местами и окно точно также получается широким сильно с пропорциями уже не попал наверно шумно длинный сильного прямоугольник сделаем значит домик короче так вот наверно чуть а вот от пола надо выше поднять где-то вроде бы нормально теперь есть еще во первых рамка вот это по низу и вокруг двери мы можем сделать сейчас разметить место где у нас идет рамка это так вот выделить просто полигон и вот наша рамочка банально было можно так сделать теперь поскольку она отдельного цвета я ее лучше отрежу и сделаю отдельным элементом вот то есть я по сути вырезал ставил но они теперь отдельные элементы лучше даже наверное разделить по если сделать при таком раскладе мышки на кто . склеится то есть у нас отдельно вот это вот история тоже можно чтобы ничего лишнего не было снизу удалить вот эти все полики сразу сделаем белый цвет так сам домик у нас крышей вывеска тоже другого цвета крышей вывеска сразу сделаем white нужно сделать углубление под надпись так или это вот ну внутренний полигон тоже сделаем мы делаем наш и сделаем материал теперь от дома крышу цветом тоже вот это вот сейчас этот переместим сюда все белые элементы в одном мыши вот я кстати вот на крыше вот эти все сечения тоже можно полдена поскольку я это в принципе то есть все это что я делаю не обязательно но мне очень нравится когда в сцене вообще ничего лишнего то есть нет ни одного эджи ни одного поликона который ну не нужен по факту то есть точно так же можно с этим домиком например поскольку я уже там все что мне надо сделать все лишнее можно удалять вот эти вот допустим края поделать так вот так ну вот собственно даже вот это вот можно вот так сделать самая простая из возможных топология теперь теперь кондиционер на крыше и мороженое сейчас туда раз уж я начал все оптимизировать рамочку лучше вот так вот Продолжение следует... 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 Вот так вот. Угрубашно пойдет. Так. Осталось совсем чуть-чуть. Сделаем текст. Тут еще шрифт, конечно. Я думаю, мы сейчас подберем какой-то подходящий. Он должен быть спокойный. Так, я его не вижу. Сильно мелкий, что ли. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Особо новый ниш. Что там шрифт был не тот. В принципе, ладно, у нас урок не по дизайну. Он сейчас вот более-менее подходящий. Не обязательно такой самый. Там был в начале какой-то похожий. Та вот не очень тут удобно в этом плане. Ну да. Ну вот это. Только не полужирный, а узкий. Так. Упс. Релкий пап. Шелк. Админь. Не. 180. Ну а тут Белл начал тормозить основательно, потому что тут очень-то до хрена делений. там, наверное, можно было это настроить, но я думаю, неважно. Тоже белого материала. Там, конечно, шрифт покрасивше. Ну ладно. Зашимаем, думаем. Ну и сейчас мне не очень нравятся пропорции. Вот тут по вывеске она в высоту чуть повыше получается. Вот так. Вот. Класс. Candy. Candy. Так. Сейчас, кстати, я вот смотрю высота двери мне тоже что-то не очень. И вот тут вот окно. окно надо повыше поднять и дверь повыше. Вот так вот. Вот так вот. Дюйминь. Да. Так вот так вот. Так. Так вот да. ну вот блин клацают это все там все равно съезжает какого хрена дурацкий инструмент подоконник темно-фиолетовый подставками вот 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 так осталось шторка мроженка и посуде отверища дверь и дырка в дверь и тогда уже будет все по модели ну то есть видно даже что очень простой вообще моделинг из примитивов делается все достаточно просто поэтому тут самое интересное будет визуализации мне уже самому хочется до него добраться ну мы будем подбирать уже там зависимости вот их можно там же всегда изменить ну как бы ну дайк на дочек подбирать ну вот я думаю как это о я предыдущий насколько раз два три раз два три четыре пять шесть ну ладно пусть будет шесть какая разница нет так сделаем желтый материал вот будет у нас такая шторка текс ножки длиннее длиннее ну вот так вот так осталось дверки дверки морожено да и все как будет по-английски шторка как будет по-английски шторка зановеска я не знаю неважно так сделаем значит двери все это не по-английски все это не по-английски ну ну так нет и ну пусть будет как-то так и и и и Продолжение следует... Поломалось надо... На этой модели что-то не так... Вот, тут я заметил... А, это вот я когда делал Bevel, оно сделало Bevel на каждый индивидуальный полигон, из-за этого получилось, что попало такое месиво. И это даже мышь-клинат не исправит, тут надо либо вот так вот все эти поудалять. Вот так вот, а теперь мышь-клинат. Теперь вот нормально. Тоже следить надо зрительно. Такс... 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 Осталось мороженое. И можно будет переходить к рендеру. А стекла просто... Стекла? Ну там как бы темно внутри. Мы сделаем просто, чтобы при рендере там будет... Обратная сторона тоже будет рендериться. И там просто свет туда не будет попадать. И там будет темно по умолчанию. Поэтому... Да, да. Ну там что-то видно там за окном, но у нас ничего не будет за окном. Так... 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 Мороженое. Мороженое. Делаем сферу. Причем у нас тут будет сейчас... Чтобы топология была нужная. Тут есть вот... Теселлэйшн. Наверное. То есть вот такая сфера. И вот где-то... Вот так вот. Это будет как раз та топология, что нам надо. Так... Вот одна. Она у нас цвета такого как дом. Значит хаос. И вот тут тоже, кстати, вот сейчас приходится вот эта вот штука с нормальными. Потому что нам нужно сделать, чтобы она угловато была такая. Мы можем вот так вот сделать. Выбрать все углы жесткими. И у нас будет типа вот эта вот история. Теперь... Теперь... Мы продублируем. Он, кстати, тоже из-за того, что я запек нормальный при дублировании. И там вообще нормальных нет никаких. То есть надо типа заново делать вот эту всю конструкцию. Вот маленькая сфера. Чуть поменьше. И... Стаканчик. Мне очень нравится, когда все элементы в сцене названы. Таукс. Теперь... Теперь... Стаканчик. Сделаем цилиндр сначала. Так... Сторон... Так... Меньше. Я думаю, это штука 8. Хватит. Аnsкастна. Меньше. Сатус Cars. Имя Desde. growing up. Cameо. Под rouли. там еще какое-то красное по моему красный ободок какой-то сделать случайно запустила авторы модель это практически есть это у нас материал желтый я думаю можно прямо и желтый назначить таким вот а теперь мороженку вот у нас будет чуть по другу вот 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 тут тоже вроде бы просто но не так уж просто передать форм чтобы оно было прям похоже на ну все вроде модель готова сейчас еще посмотрим точно под углом было сейчас кондиционер сильно сами мороженки сильно большого размера так тут же же не острые тут еще надо на самом деле сделать ту же самую комбинацию здесь применить острые углы все то есть как каждый лет острый тут задумка дизайнерская такая чтобы она угловато и было такое ну вот это вот по моему все но можно можно крупно ну она и по форме не настолько удачно получилось как здесь еще все-таки поигрался можно попробовать тут есть вот этот вот скульт инструмент ему как-то вот ему подвигать чуть-чуть форму подизвинить чтобы подогнать ну в целом по моему нормально не испортить сейчас я думаю нормально да стакс модель у нас принципе есть вот под таким углом сейчас еще и вот кстати сейчас лес вот этот на фоне он типа чуть дальше и он больше масштабов крупнее поэтому надо двигать тоже лес назад эту площадочку и там вроде как вот он типа под этим углом он кажется больше тут еще как бы играет роль угол камеры то есть мы можем выбрать камеру и вот я сейчас даже смотрю у него более плоская перспектива это мы можем тоже настроить где камера у нас здесь есть вот вот а точнее надо сначала включить камеру потом потом этой камерой от не так кстати да вот это более правильно потому что во первых мы можем вот тут в рендере выставить разрешение кадра у нас тут этот снимок мы посмотрим чтобы уже прям мы и настроим точно вид и пропорции всего этого надо где-то сейчас нету пропорции 400 на 300 то ну окей поверим на слово значит сделаем 400 на 300 она ну да похоже похоже теперь вот если выбрать камеру и вот этот угол меняем то вот типа так более плоская перспектива так более выгнутая то есть у него достаточно плоская перспектива тут угол обзора это вот так вот выглядит и вот в принципе вот это вот похоже на правду ну по-моему нормально значит немножко видно передних елок не так может много как хотелось бы даже наверно так вот вот у нас пространство здесь чуть больше ну вот так по моему хорошо нам нужно конечно заберетесь быстро по продублировать просто взять всю основу я бы переднюю платформу подвинул бы чем мы сейчас сделаем вот так вот тут остается у нас вид здесь перспектива можно быстренько можно быстренько нолик ну у меня есть вот я на альт пробел у меня максимально кстати по моему я эту команду тогда не записывал в списке хаткея потому что сегодня когда я настраивал мода я столкнулся с этим так две елочки было в камень в кадре ну это очень похоже по нет где-то вот так вот и тут еще кстати надпись candy а ну как он там почти вплоть но это нормально надпись candy я вижу тут выпирает там создаёт тень такую а у нас не сильно выпирает поэтому надо это исправить делать вот так вот хотя так она сильно не кажется ну да шрифт не такой типа а сейчас мы фотошопе подберем шрифт не не просто название шрифта вот даже первые по моему по-любому у меня есть но это все скругленный нет так 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 это все не то ну вообще конечно в стандартных нету блин ну вот ariel black принципе он из стандартных самый он пусть не скругленный но он довольно толстый я думаю будет лучше да здесь вот эти вот все засечки они тут ни к чему поэтому переделаем чуть-чуть чтобы уже было вообще по красоте ну за часик по сути мы сделали модель это очень быстро а я что и говорю модель это очень простой так ну а а я согласен будет но меньше засечек но все равно тут прикольные шрифт но сейчас я смотрю еще надо укол чуть-чуть вот так вот разверну по моему сейчас вот вообще по перспективе попадение хорошее лес надо продлить сейчас мы еще продлим лес чтобы заполнить этот угол кадра и по сути будет все так вот еще этот угол тоже улазит мы заполним ну конечно надо все продумывать в этом как бы ну вот в мелочах дьявол кроется получить хорошую картину ну конечно по сути вроде как все по моделингу заполненность кадра все эти самые лес но мне все нравится там как бы нюансы тоже такой да так все час ровно час у меня ушел времени